Добрый день! Меня зовут Андрей Болмейстер, и я прочитаю небольшой курс, посвящённый Фомо Квинскому. Это средневековый мыслитель, и я поговорю о его роли, значении для европейской культуры, для современной европейской культуры. Этот курс лекции я прочту в рамках Открытого православного университета. И первая лекция, вступительная, имеет своей целью показать предысторию. Почему? Потому что, когда мы говорим о святом Фоме, это автор XIII века, человек, который жил и писал в Средневековье, он был университетским профессором. Нам иногда трудно понять, что это за культура, почему личность Фомы столь влиятельна и важна для развития всей философии, науки и Западной Европы. И чтобы это сделать более понятным, я сделаю несколько шагов, которые подготовят слушателей к пониманию этого человека. Дело в том, что в XIII веке произошли очень серьёзные изменения, которые придали западной науке, западной культуре особое направление. Возникли университеты, университетская наука, возникла культура толкования текстов, культура дискуссий. Поколение Фомы, поколение его учителей, таких людей, как Альберт Великий, Бонавентура, как раз приняли вызовы, которые пришли с разных концов той цивилизации, в которой они жили. С одной стороны, это были вызовы арабской науки, с которой познакомились христиане, латинские христиане с XII века. Это вызов еврейской науки, еврейской духовности. И это был вопрос о том, по какому пути должна пойти церковь, наука на Латинском Западе. И в связи с этим возникает первый вопрос. Я бы разбил на несколько подвопросов. Первое. Как получилось или в чем причина того, что христианская церковь приняла философию как обязательную часть своей жизни, своих практик? Это традиционная тема Афин и Иерусалима. Второй важный момент. Я пытаюсь показать, что философия значила для ранних христианских авторов и для отцов церкви. Третий шаг. Я остановлюсь на таких личностях, как Августин и Бояций. И покажу формирование ранней христианской средневековой мысли. В начале Афины и Иерусалима мы помним, что эта фраза принадлежит Тертулиану. Тертулиан был представителем тех христианских мыслителей, которые считали, что философия опасна для христианства, что философия рассадница ересей. Это одна из его тезисов основных о том, что философия порождает ереси. И то, что христианство приняло философию, в начале это было совершенно неочевидно. Из этого синтеза Афины и Иерусалима можно сказать, что родилась вся европейская традиция. Но по этому поводу до сих пор существует очень много споров. Я подойду к этой проблеме как бы с конца, как бы с сегодняшнего времени. Я скажу о нескольких тенденциях. Первая из них, можно назвать ее партией Тертулиана. Мы находим подобные мысли у многих авторов. Татьяна, Тертулиана, у Петра Дамиани в Средневековье. Больше всего у Лютера и Кальвина в эпоху реформации, это 16 век. Вплоть до 19-20 века. Что это за главный тезис? Это тезис, который позже озвучил Адольф Гарнак, протестантский теолог, мыслитель, блестящий знаток греческой духовности. Он сказал о том, что то, что христианство приняло эллинскую философию, повредило христианству. Лишило его той оригинальности и чистоты, которую оно изначально обладало в первые века. И поэтому тезис Тертулиана звучал так. Программа де-эллинизации христианства. Де-эллинизации. То есть эллинизация рассматривалась как синоним язычества, как ухода от евангельской чистоты. Де-эллинизация означала возврат к этой чистоте, попытка восстановить подлинное христианство. В связи с этим в XX веке также были споры об оригинальности библейской мысли, об оригинальности библейской вести. И пытались искать в разных сферах. Были попытки, например, Мартина Бубера, были попытки других авторов показать, что евангельский круг мысли, библейский круг мысли принципиально иной, чем философский, чем греческий, чем эллинский. Так ли это? Попытаемся сейчас кратко рассмотреть. Мне кажется, что такая позиция, в чем-то полезная, которая давала стимулы мышления, такая позиция недооценивает роль традиции. И в чем-то, я выскажу резкую мысль, эта позиция изоляционистская. Почему христианство приняло философию? Почему христианство обратилось к философии? Потому что изначально христианство хотело обращаться ко всему миру. Оно рассматривало себя как универсальную истину, истину, обращенную ко всем культурам и ко всем языкам. А это значит, что христианство с первых своих шагов чувствовало потребность обращения к какому-то языку, который обеспечивал бы христианству этот универсализм. И этот язык был языком философии. А что тогда была философия? Философия была тогда просто наукой. Это был синоним науки. Философия была синонимом научного словаря, умение говорить о важных и сложных вещах. И вот в этом плане традиция христианская показала, что задача передачи знаний, задача передачи идей евангельских — это умение объединять различные культуры, это умение говорить этим универсальным языком. И уже со II века можно назвать Юстина, философа и мученика, можно назвать других авторов. Особенно это заметно у таких авторов, как Ориген, как потом отцы-кападокийцы. Философия становится важной частью. И на Первом Нейкейском соборе в 325 году именно философский термин «единосущее» позволил определить первые шаги ортодоксальной христианской мысли, отъединив ее с одной стороны от неопределенного языка монашеского богословия, скажем так, а с другой стороны от арианской ереси. Можно сказать, что впервые философский термин, а «усия» — сущность, это философский термин, позволил четко определить смысл христианской доктрины. И вот если говорить об отношении отцов церкви к философии, есть прекрасные статьи Сергея Сергеевича Веринцева по этому поводу, «Наша философия» называется, где он как раз и показывает, что понятия философии и теологии были взаимозаменимы. Когда отцы церкви IV, V, VI веков говорили о философии, они имели в виду христианское учение часто. У Денисия Репагита, автора V века, философия — это также синоним христианского учения. И здесь первая счастливая формула, которую придумал историк церкви Евсей Викисарийский — подготовка Евангелия. Этот автор написал книгу с таким титулом, где показал, что философская мудрость, философские идеи поэтические языческого мира должны служить образованному человеку подготовкой к принятию евангельских истин. То есть подготовка к принятию евангельских истин возможна, если человек получает определенный уровень культуры. Это не значит, что христианство обращается только к культурным людям. И все писаристы, то есть только к образованным людям. Но Евсей Вип пытался сказать, что для лучшего понимания евангельских истин, поскольку они очень глубоки и важны, нужно подготовить себя, подготовить свой ум, подготовить свои органы восприятия. А это нам, в этом поможет философия. То есть, если делать такой небольшой шаг вперед, для отцов церкви философия стала важной частью подготовки христианских образованных кругов, подготовки образованной группы христианских проповедников, богословов, просто читающей публики. Но самая важная роль здесь, пожалуй, если говорить, возвращаться на Запад, на латинский Запад, принадлежит таким авторам, как Августин и Боэций. Августин, автор которого умер в 430 году, Боэций был казнен Теодорихом в 524 году. Вот эти два автора, их следует рассматривать как начало латинского богословия и будущей схоластики. Попытаемся рассмотреть их отдельно, но в общих чертах. Вот Августин. Августин родился в семье провинциальной на севере Африки. Это нынешняя территория Алжира. Он изначально получил образование в стиле позднеантичной культуры. Он был риттером по образованию. И долгое время искал то, как он сам описывает. Это поиск истины, поиск подлинной философии. Философия для Августина — это был путь к мудрости. Этот путь мудрости он рассматривал как главную задачу человеческой жизни. И, кстати, его биография прекрасно показывает дух того времени, атмосферу того времени, когда Августин от чтения Цицерона перешел к увлеченности манихейством. От манихейской культуры затем он временно перешел в лагерь скептиков, стал исповедовать идеи скептицизма. И уже позже в Милане, под влиянием проповедей Мвросия Миланского, он испытал обращение, он обратился к христианству в 386 году. И вот произведение Августина как раз в 386 год, вплоть до смерти, этот автор написал где-то около 40 фолиантов, в которых мы находим очень важные черты будущей средневековой мысли. И, в частности, Августин очень важен и для мысли святого Фомы. Ранние произведения Августина написаны в форме диалогов, в форме платоновских диалогов, где такие вопросы возникают, в чем, какова блаженная жизнь, что такое блаженная жизнь, что такое истина, что такое счастье человеческое, к чему должны мы стремиться. Но главное, Августин постоянно повторяет платоновские или не платонические формулы, которые показывают путь от чувственного мира к миру идей, к миру сверхчувственному, к миру божественному. Во всех этих ранних диалогах мы находим примерно схожие схемы. Когда он говорит в стиле Платона о том, что этот чувственный мир временный, конечный, достижимый только органами чувств, в то время как мы должны совершить некий путь от чувственного мира внутрь себя. Это знаменитое видение в Ости, в портовом римском городе, где Августин пережил со своей матерью Моникой знаменитое видение, когда он разговаривал со своей матерью о том, какова будет участь будущих святых, участь блаженных. И вот там у Августина содержится описание экстаза или восхождение к благу или к Богу. Это восхождение описано в терминах неоплатонизма. Когда они перебирали все сферы чувственного мира, потом, говорит он, мы вошли внутрь себя, и когда мы рассмотрели изменчивость нашей души, мы быстрой мыслью прикоснулись к Богу. Мы, преодолев этот изменчивый мир души, вышли из себя. В латинском оригинале используется термин «трансценденция». Вот этот выход из себя, рассмотрение человека как составного существа из чувственности души и духа, причем дух или мышление, или сознание, это сфера, где может совершиться встреча Бога и человека, где человек может постигать вечную неизменную структуру, вот это описанное в «Видении остей» программное для Августина, идея, о которой он будет потом говорить во многих и многих своих произведениях. Но поздний Августин, я говорил о том, что его путь характерен для эпохи того времени, когда он становится епископом Гиппона, снова это Северная Африка, его мысль, его отношение к философии во многом меняется. Августин более строго смотрит на задачи философии, и у него появляется учение благодати. Причем это учение благодати формируется не сразу, а на протяжении многих и многих лет его поисков. Все началось с его писем к Симплициану и продолжается на протяжении всего творчества, вплоть до смерти. Очень трудно это учение сформулировать, потому что оно описано в очень многих текстах, а стиль короткой лекции не позволяет уходить в текстологию. Но если упрощать, то основная идея Августина такова. Если ранее Августин учит о том, что мы с помощью разума можем восходить к Богу, мы можем постигать Бога, разум наш путеводитель, разум это то, что ведет нас к познанию Бога, то поздний Августин учит о том, что разум не может нам дать знание о Боге, поскольку Бог — это принципиально иное, чем человеческий разум, поскольку Бог и его замыслы, его планы совершенно отличны от планов и замыслов человеческих. И поэтому единственный путь избраничества и путь спасения, согласно позднему Августину, это путь благодати. Человек может ступить на дорогу поиска Бога, только если Бог его касается, если человека касается благодать, по латыни — грация. И вот это очень напряженное учение, странным образом мы можем здесь увидеть конфликт как раз двух миров — мир библейский, мир философский и остатки манихейства, которые у Августина сохраняются вплоть до смерти. То есть можно это обозначить так. С одной стороны, Августин пытается преодолеть эллинскую философию и пытается показать, что философия для человека — это не всё. Философия не способна сделать человека счастливым. Философия не способна открыть для человека Бога. Но с другой стороны, он начинает проповедовать опасное учение о том, что Бог избирает людей, о том, что существует то, что по латыни можно назвать предостинация, божественное избранничество. И здесь Августин подходит к очень опасной черте, которая, с одной стороны, угрожает человеческой свободе и угрожает нашему пониманию Бога, пониманию многих истин важных для нашего существования. И вот это напряжение, оно будет и у Фомы Эквинского, и это напряжение мысли мы находим потом у Лютера, у Кальвина в дискуссиях между Лютером и Эразмом Реттердамским. Я бы сказал ещё о Боэции. Боэция называют последним римлянином или отцом схоластики. Это мышление принципиально иное, чем у Августина. Мышление Боэция больше ориентировано на Аристотеля. И чем важен Боэции для западного образования? Тем, что он знает греческий язык, в отличие от Августина. Боэции переводит несколько трактатов логических Аристотеля на латынь. И, что ещё особо важно, Боэции впервые изобретает тот стиль мышления, который в будущем станет схоластическим. Что это за стиль мышления? Это попытка с помощью логики Аристотеля прояснить очень сложные теологические истины. Я начал с того, что провиденциально, по неведомым нам причинам, пути философии и богословия христианского соединились. Это соединение произошло уже во II веке. И символически в литературе это называется «диалогом Афин и Иерусалима». Из этого диалога, из этой встречи родилась вся западная культура, наука, богословие, цивилизация, даже можно сказать так. Но эта встреча породила и конфликт. Культура всегда существует и на уровне конфликтов. И вот этот конфликт Афины и Иерусалима потом скажется у многих-многих поколений, богословов, философов, вплоть до XX века. Далее я сказал о том, как отцы церкви относятся к философии. Для них философия — это синоним христианского учения. Философия нужна для них, чтобы проповедовать истины евангельские, для того, чтобы выработать универсальный язык проповеди. И формула Евсеева и Кисарийского легитимируют языческое наследие. Оно рассматривает, эта формула Евсеевия рассматривает всю философию и культуру языческую как препарацию евангелико, подготовка Евангелия. И, наконец, я сказал о таких авторах, как Августин и Боэций, и показал, что в их мышлении, в их образе рассуждений мы и видим эту встречу в конкретизированном виде. Августин тяготеет больше к схемам мышления неоплатоников, в то время как Боэций ориентирован больше на Аристотеле. И если Августин дал основные идеи, основной способ работы с этими идеями для всего будущего Средневековья, то Боэция следует считать отцом схоластики, это термин Грабмана, немецкого медиевиста, поскольку Боэций выработал форму строгой работы с христианскими истинами. Субтитры создавал DimaTorzok